Всем привет! С вами я, Виктория Исаева, писатель и видеоблогер. И Алексей Красиков, психолог-консультант, когнитно-аналитический психотерапевт. Сегодня говорим на жесткую тему, прямо скажем. Мы говорим о мужиках в скорострелах. Все-таки кто такие скорострелы? Это вершина эволюции, которая вот он за 30 секунд все сделал, и все, у него весь день свободен, может в доту рубиться, вообще, может мир покорять. Видно, да, что она как-то уже заранее настроилась и готовилась, да, мне кажется? Да, да, я проводила ресерч, мониторила своих подруг, узнавала, кому, сколько. Ну вот 30 секунд незабываемого счастья. Я никого не хочу обидеть, вот честно, я очень позитивный человек, но для женщины, в принципе, для нашей физиологии, ну любой мужчина уже по факту скорострел. Нет? Ну любой же. Ну вот хорошо, давай с точки зрения науки, сколько секунд мужчина должен продержаться, чтобы считаться не скорострелом? Точкой зрения науки мужчина вообще не должен. Было бы лучше, если бы, но не должен. Это тема когнитивной терапии, да? Если ты хочешь мерить в минутах или в сантиметрах, о сантиметрах мы поговорим в одном из следующих роликов, а если мерить в минутах, нет такой статистики, потому что у каждой девочки своя физиология. Ну хорошо, подожди, он 10 секунд продержался, как бы, ну все нормально. Да, есть определенные цифры, которые говорят о том, что это преждевременная эвакуляция, да? Вот, это звучит цифра. Это где-то до 3 минут. 3 минуты, минута, 30 секунд. Ну буквально одна фрикция, две фрикции, он кончил. Нет, что за адский ад? Это кто так придумал вообще? Вот ты всех взяла и обозвала мужиков скорострелами. Они сейчас тебя ненавидят. Надо понимать, что есть две категории мужчин. Есть ребята, которые быстро кончают не потому, что они плохие, не потому, что они жадные, и им вот только сунуло, высунуло, пошло. А у него такая физиология. Он говорит, я сам не хотел, а оно вот подошло, да? Нет, подожди, я не беру, я не говорю ничего о тех, кто только что из армии пришел, или ему там 16 лет. Вообще не вопрос. Пусть хоть 30 секунд, молодец. Как бы вообще. Армия – другая история. Я говорю про то, что есть определенное расстройство, есть определенные иннервации, есть определенное такое сильное психологическое напряжение, например, в ОКР, да, или в сильнейшей социофобии, когда он напряжен так сильно, что для него голая девушка – это вообще адский ад, и тут он еще к ней дотронулся, и он уже кончил. Вот это психологическая проблема. Тут надо подойти с пониманием. Нет, я с пониманием и даже с приятием. То есть преждевременное семеизвержение – это фактически жидкий комплимент девушке. Я бы его рассматривал как некоторая психологическая особенность этого парня, который требует коррекции. Что делать? Во-первых, здесь я бы рекомендовал девушкам не акцентировать на это внимание, высмеивая, потому что ты не представляешь, сколько людей ко мне приходят на терапию, когда психотравмой является не сам факт преждевременного эвакуации, но так для него неприятен. Он говорит, блядь, что со мной? А он еще говорит, ты прикинь, мне и так было неприятно, я и так в шоке, блядь, у меня не получается долго. А она еще взяла и говорила, блядь, ты кто-то такой, да, что тут у тебя, ты что, не можешь меня трахнуть нормально? И вот вообще это забивает последний гвоздь. Есть парни, мы сейчас поговорим о второй категории, которые очень сильно социально напряжены именно от страха. Вот он боится до тебя дотронуться, понимаешь? У него так все напряжено, что ты его берешь за руку, он кончает. Не потому, что он такой плохой, а потому, что у него такая физиология. У него столько напряжения, что быстро начинают сокращаться мышцы, и все, и полилось, потекло. Это и есть преждевременная эвакуация. Вот с точки зрения науки, когда вот такое сильное напряжение, это работа психотерапевта и психокоррекции, конечно же. А ты больше сталкивалась с пацанами наверняка не с психологической проблемой, вот именно вот той, о которой я говорю, а ты говоришь вот так вот, наезжая, на эгоистов, то есть на парней, которые в принципе просто засунул, поелозил, кончил желательно внутрь, а что вынимать-то, да, вынимать как бы в лом же, да? Да. А ты такая лежишь, такая, что это было вообще? А он уже храпит. Ты только хотел сказать, дорогой, может, а он уже все, он засопел уже. Ну окей, тогда вот что делать с эгоистами? Допустим, попадается тебе такой экземпляр, который считает, что он тебя страшно осчастливил тремя минутами, как бы вместо прелюдии был минет, например, да, а потом еще там полторы минуты восхитительного секса. Если он не кончил от минета, уже радуйся. Бывает так, что она в полной, знаешь, в таком ажиотаже, что сейчас ее трахнут до шести утра, потом польют ее шампанским, а тут ты начинаешь только сосать. Он кончил и уснул, такая, ааа. Так что если ты сделала минет, то еще у вас дошло дело. Это уже радоваться надо. Нет, ну хорошо, ну вот реально, допустим, там две минуты он продержался, он считает, что он, ого-го, он считает, что ты уже должна была успеть. А кто не успел, тот опоздал, извините. Ну да. Извините. Считается же, что девушка должна первая кончить. Вот не важно, что у нас физиология нам не позволяет, там, за 30 секунд, а должна первая кончить. Ну, если ты сейчас, если ты говоришь, что девушка должна первая кончить, это вообще очень правильная позиция. Вообще, если брать тему пикапа, да, или брать вообще, ну, пикап не люблю это слово, если брать тему взаимоотношения полов сексуальной плоскости, то действительно ты абсолютно права, что на один мужской оргазм должно прийти и цедва женских. Да, но это хорошо сказать, да, но вот сделать это вот как раз сложно. И ты говоришь про этих эгоистов. Есть парни, которые действительно верят, что этого достаточно. Вот, то есть, реально, они говорят, этого достаточно, а что такого? Парни, вот просто сейчас сразу, если вы себя узнали, этого не всегда достаточно. Не обижайтесь, правда. Не всегда этого достаточно. Есть, да, девушки, наверное, как исключение, которые кончают, вот на клитор подул, она уже все, у меня уже, да, есть. У меня были такие девушки. По 12, там, вот этих вот историй за ночь, ну, за ночь. Сейчас люди будут в комментариях телефончик просить. Вот, но это редко. Действительно, так может иннервироваться клитор, да, действительно, такая, частые оргазмы, такое встречается в сексологии. Но в стандартной истории, то, что Вика, да, говорит, это то, что трех минут недостаточно, да. А у тебя есть некая статистика по девушкам? Сколько обычно для них, вот, кажется? Есть статистика неудовлетворенности, потому что обычно, там, ну, допустим, размечтаемся на всю катушку, там, вот было бы, там, 10, 15, 12 минут, чтобы вообще вот расслабиться, вот не спешить, было бы здорово. Но, но, вы, парни, если вы можете 10, 12, 15 минут, 20, вы тоже не спешите радоваться, потому что, если это 10 минут монотонной долбежки, от которой у Канчика... А она такая лежит, такая, так, потолок розовый, зеленый. Да, да, вот так, вот 10 минут прошло, 15, 20. Он там уже думает, я вообще, я перевернула ее мир несколько раз. Вот. Смотри, как мы перешли, вот мы говорим про определённую эвакуляцию и плавно перешли в то, что там уже 15 минут, пошла долбежка, и это тоже не нравится. Но, в принципе, да. Сейчас парни не поймут тебя, что же тебе надо? Да можно и 5 минут. В принципе, ну так вот, 5 минут хватит, если это будут хорошие 5 минут. Я думаю, что тут дело не в том, что кто долбит куда и как. Я думаю, что тут история про то, что возбуждает девушку. Потому что, если девушку возбудить и держать ее в напряжении, довести ее до оргазма, можно, наверное, минут за 5, за 7, за 10. Да, да, можно. А если он вообще в другую сторону, она хочет третьего, десятого или не хочет, то есть взаимодействие какое-то. Вот, что делать? Стимулируйте сначала клитор. Давай вот так вот по-простому. Да, начнем с этого. Потому что твоя девочка может сначала кончить и испытать оргазм, стимулируя клитор. Стимулируй чем хочешь. Языком, пальцами, стимулируй зону G. Будем про эту технику. Скверт? Да. Сегодня? Ладно, про скверт потом. Постарайся сразу в нее не залазить с потрохами, да, как бы сначала вот удели внимание ее клитору. Посмотри, как она норвируется, норвируется ли. Было бы неплохо, но ты вот как девочка, как ты думаешь, когда сначала девочка достигает клиторального оргазма, а потом это плавно переходит вот к половому акту. Так? Да, все, кто читали «50 оттенков серого», все хотят, чтобы сначала там... Да. Слушай, ну вот ладно, раз про «50 оттенков серого» зашло, и раз ты типа не читал и не смотрел... Не, я читал. Читал, читал. Но меня вынудили, потому что меня просто замучили с этой темой. Меня тоже вынудили, меня издатели сказали, что надо... Короче, да, я прочитала. Меня замучили. И эта тема BDSM у нас один из роликов, вы посмотрите. Да, но там же главное для женщины не BDSM. Почему все так передернули на «50 оттенков серого»? Потому что там вот эта вот история, знаешь, из бульварного любовного романа, что он, значит, пришел такой, взял тебя на руки. И он не кончает быстро. Он вообще не кончает там полкниги, там это все, а потом кончает только для того, чтобы перезагрузка была. И он отнес тебя в одно там место, там так-то пожарил, отнес в другое место, там так-то пожарил, перевернул на вертеле любви, там тут подул, там плюнул, там дунул, все вообще, да. И вот эта вот история, когда он у тебя... У него особняк, и он тебя по каждой комнате пронес и в каждой тебя отжарил. Кино закончилось, она приходит домой, говорит, что? Станы снял, она минец делал, он кончил, она уснул. Она такая, бля, где мой? Вот понимаешь, вот людей, вот «50 оттенков серого» нас высаживает, вот этот вот диссонанс между ожиданием и реальностью, да, что мы же нам вот обещали, да, мы когда были детственницами, мы думали, что реально так все будет, тебя три часа будут жарить, шпарить, шпилить, вилить, и все будет круто. Это не происходит. Ну, давай так, в защиту пацанов я скажу, что есть ребята, которые могут три часа жарить не по-детски. Так, хорошо, ты жаришь три часа не по-детски? Я старый солдат и не знаю слов. Нет. Давай сейчас вернемся к скорострелам, ладно, потому что здесь история про что? Вот ты говоришь, ожидание, реальность. Давай первый дадим совет нашим зрителям, да, вот о том, о котором говорили, что от девочки совет, что сначала уделять внимание клитору. Да, пожалуйста. Потом уже переходить к половому акту. Даже если он кончит через пять минут после полового акта, но при этом ты уделил внимание клитору, уже будет не так тяжело. Теперь давай про сам половой акт. Здесь надо понимать, что есть ребята-эгоисты, которые не понимают, да, вот что надо просто вот как-то вот ее доводить. Есть ребята, которые не знают, как женский оргазм вообще выглядит. А есть, наверное, те, кто еще просто тупо не может сам замедлиться. А есть ребята, которые не могут замедлиться. Понимаешь, вот я как со стороны мужчины тебе говорю, вот когда ты начинаешь получать удовольствие, у тебя напрягается внутренняя мышца, она напрягается, 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 это очень приятно. И останавливаться вот здесь в лом большинству мужиков, ну, я так думаю, процентов 80, наверное, просто это тяжело замедлить амплитуду, да, там, или выйти из девушки, там, как-то ее там поцеловать. Вот эта техника, да, если говорить уже техническая сторона вопроса. Как только ты понял в начале, что подкатывает, да, надо остановиться, вылези из нее, там, поцелуй, еще раз удели внимание клитору, пока ты не остынешь чуть-чуть, продолжи. Потому что физиологически есть такая фишка, что если ты смог сдержаться и выйти из девушки в момент нарастания напряжения, как хочешь делай, хочешь отвлекайся мыслями, думай о чем-то другом, так, кстати, дважды 7-8, дважды 9-10, подожди, нет, ну, подожди, ну, ты же хочешь, чтобы парень долго не кончал. Вот смотри, послушай внимательно, сейчас девчонки тоже ржут, я уверен, вот если парень сможет в начале полового акта вот так себя переключить, как бы это ни казалось, бы сейчас цинично подумать о таблице умножения, вспомнить стих какой-нибудь там Евгения Онегина, или просто начать щипать себя, рефлексорно переключить, не смейтесь сейчас, он, выдержав начало этого момента, он потом не сможет кончить вообще. Вот я про что. То есть, если он... Печаль какая-то. Так вот ты этого и хочешь, смотри. Нет. Подожди, вот если он сможет в начале сдержаться, то потом ему уже не надо будет сдерживаться. Он сможет кончить после тебя. Просто мужская и женская физиология чем отлично? Женская физиология долго разгоняется, потом поднимается и бах. Мужская физиология очень быстро разгоняется, поднимается и бах. Вот если ты этот разгон остановишь, то она будет разгоняться практически потом в унисон женской. И он уже сможет этим управлять. Поэтому, ребят, теперь от меня рекомендация. постарайтесь сдержаться в первые 5-7 минут сознательно себе говорить «Я не кончу». Вот просто не кончу сам. И вот тут как раз тебе нужно использовать вот эти вот отвлекающие маневры. Тогда все будет хорошо. Но если он еще будет настраиваться на то, что он кончит только после девушки, вот если ты уж про меня заговорила, то у меня всегда вот, у меня сейчас 33, да, вот всегда с юностью у меня было такое правило, что я кончаю только после девушки. Дамы вперед. Дамы вперед, да. Пускай это, сколько бы это ни длилось, но всегда после. Окей. Ну, а мне на самом деле очень нравится даосская практика, которая даоссы... Это где, в задницу надо? Нет. Нет, в задницу давай тоже в следующий раз. Мне нравится даосская практика. Можно, да, можно увести, как они это называют, энергию ци из нефритового жезла, если подумать. А, там ты влагалищем куришь где на воды? Нет, я не курю влагалищем тоже сегодня. И они советуют очень простую вещь. если ты хочешь задержать оргазм, просто замедлить дыхание. Потому что перед оргазмом дыхание начинает ускоряться. Ну, естественно, ты весь ускоряешься. Просто начинаешь концентрироваться на дыхании, делать более медленный вдох-выдох. Это мальчику и девочке? И мальчику, и девочке. Девочке это поможет кончить прям как прям детеныши-гориллы. Ничего себе. Ну, что я не пробовал как детеныш-гориллы, но я попробую по поводу задержки дыхания, я не знаю. Ну, именно не задержка, да, а, ну, как в спортзале ты дышишь, да, медленно? Ну, я уверен, что наши зрители, все пацаны, они просто вот отвлекаются. Они просто останавливаются, они отвлекаются. Но тут, понимаешь, проблема в чем? Это очень морально для пацанов тяжело. Поэтому, если мы говорим про скорострелов, если парень хочет, и ему по барабану, что бы он не посмотрел, он кончит, поверь мне. Он кончит быстро и уснет. Нет, так знаете, что самое прикольное? Я, в принципе, вот я, например, не против. Пусть он кончает через 2 минуты, через 3 минуты, через 1 минуту. Я это могу зачесть за комплимент. Только пусть он имеет в виду, что девушка, может, и после него тоже захотеть кончить. Ну, как бы, как бы кончай, только не засыпай сразу. Я с тобой согласен. Если он был уставшим, он один раз кончил, вы перекурили там по сигарете, выпили там по стакану сока, да, и продолжили. Как вариант, и уже вторая, второй подход. Он уже не кончает, там уже она кончает, да. Тоже можно, кстати, использовать. Сначала он кончает, главное, чтобы он не вырубил. Чтобы он потом в себя пришел, да, потому что такое бывает. Девушка злая. Да, но я, знаешь, какую хотел тему поднять здесь? Тему того, что очень важна человеческая, мужская мотивация. Он должен хотеть доставить девушке удовольствие. Вот я хотел эту тему, да, вот в этом видео для ребят пояснить, что парню нужно хотеть, чтобы девушке было круто. Вот если у парня это в голове будет, он и сдержит свой оргазм, он и будет щипать себя, там, щипать за яйца, что хочешь делать, да, он будет что угодно делать, только бы, и пока ты, там, засранка такая, там, уже вся не изойдешься, там, уже не будешь сокращаться на этом самом диване несчастном, потом он тебя не посокращает на балконе, а потом в коридоре, а потом на кресле, и ты уже такая, хватит, я натерлась, да, и вот потом он все-таки кончит и уснет. Вот я про это все-таки. А по твоей статистике, много ли таких парней замотивированных? Нет. Вот. К сожалению. Вот. Значит, другими словами, тема скорострелов сводится к теме незамотивированных. незамотивированных. Либо к теме физиологии, и тут девочка не должна переборщивать в этом смысле, либо это к теме мотивации, хочет ли он, чтобы его девушка испытывала оргазм. Тут, кстати, есть дифференциальный момент по поводу их отношений. Если парень не хочет доставлять ей вот такого удовольствия, то это, скорее всего, говорит, что вот у нас уже пошло вниз. После аффекта. Да. В общем, друзья, подводя итоги, парни, должное, уважительное и почтительное отношение к клитору может реально скостить вам срок. Да, если вы это делаете быстро, но если вы это делаете с отдачей для клитора, вам зачтется плюсик в карму неимоверный. Это то, что я могу сказать. И еще, вообще не думайте, что вот девушка обязана кончить первое. Вот есть такие девушки, которые, наоборот, им надо сначала выложиться и сначала пусть парень кончит, а потом я могу расслабиться. Вот имейте это в виду, что такое тоже может быть, поэтому, ну, постарайтесь быстро не засыпать. Ну, а я со своей стороны хотел бы сказать о двух моментах. Первый момент. Ребят, если вы чувствуете физиологическое сильнейшее напряжение и страх, и ваш оргазм возникает на фоне именно сильнейшего социального напряжения, тогда, конечно, обращайтесь к сексологу, к психотерапевту, да, потому что здесь другая проблема. Но если вы просто ленитесь, если вы, как вот говорит Виктория, не уделяете внимания клитору, может, и канонизируем, да, прикольно будет, не уделяете внимания клитору, либо вы просто не хотите сдерживать себя, либо вы просто не испытываете мотивации, чтобы ваша девушка получила удовольствие, тогда задайте с вопросом, а что вы с ней вообще делаете. Вы просто используете ее как вот тело, в которое надо сунуть, кончить и уяснуть, тогда что это за отношения такие, да, то есть тут вопрос к мотивации, поэтому я вам рекомендую все-таки прежде всего отдавать во время секса и настраиваться на то, что ты кончишь после нее. Вот если вы будете так подходить к этому вопросу, тогда вас никогда не назовут скорострелом. Ну а мы с Викторией Слаевым желаем вам хорошего настроения, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мой канал и, конечно, ставьте лайк, если видео вам понравилось. Спасибо, до встречи, пока. Пока.